Продолжение следует... Какие же корни того искусства слова, которыми мы владеем? Ну, корни уходят в античность, как очень многое в современной европейской цивилизации. Ну, возьмём театр даже, его схемы театра, возьмём драматургия с её основными жанрами, трагедия, комедия, драма, их структуру, возьмём архитектурные стили классические и так далее, и так далее. Всё это корнями уходит в античность. Но, конечно, уже переосмыслилось за те эпохи, которые шли за Древний мир. И вот почему же именно античность явилась колыбелью ораторского искусства современного человечества? По двум причинам. Первая причина в том, что античная культура по преимуществу устная культура. Вот Гёте в беседах с Эккерманом, они опубликованы, сказал так, что слово тогда, то есть в античности, было особенно весомым потому, что оно было высказанным словом. Das Wort dort so wichtig war, weil es ein gesprochenes Wort war. Вот он так сказал. И нам действительно трудно представить себе и грека, и римляна, читающего что-то в тиши своего кабинета. Нет, произведения и литературы исполнялись, исполнялись устно, на пирах, на дружеских собраниях и так далее. Преимущественно античная культура была устной культурой. Это во-первых. Далее. Расцвет арахарского искусства в древности падает на развитие демократического строя. Вот археологи копали Афины, копали другие места, они нашли великолепные храмы, театры, но они не нашли дворцов в Афине. Они не нашли, например, дворца Периклы. По-видимому, его и не было. Человек эпохи Периклы, то есть времени высочайшего внутреннего расцвета демократии, был прежде всего «Анерполитикос» по-гречески. «Анерполитикос» означает человек, занимающийся политической государственной деятельностью. «Анер» – ну отсюда мое имя, например, «Анерполитикос» ясно. «Анерполитикос». И все потенции своего ума, своего сердца человек эпохи Перикла отдавал общественной, государственной деятельности. Он дома-то редко бывал. В основном все на огоре, на площади, на народном собрании, на суде присяжных и так далее, и так далее. Это V век до н.э. эпоха Перикла. Ну а что касается Рима, то там ораторское искусство расцветало в I веке до н.э. эпоху Цезаря и Цицерона. Ну а потом что? А потом, как сказал очень образно Тацет, август умиротворил красноречие. Сохранились до нас риторические труды таких трех великих деятелей древности. Аристотеля, воспитателя Александра Македонского, Цицерона, который был не только оратором-практиком, но и был теоретиком. И, наконец, Квинтиллианом, который жил во II веке н.э., написал известный труд «Воспитание оратора». Но, к сожалению, Квинтиллиан малоизвестен. До сих пор, как ни странно, он не переведен на современный, такой нормальный русский язык. Переводы старые очень беспомощны. Нам кажется, что очень многое, чем мы сейчас владеем, – это достояние нашего века, то есть конца XX. Ну вот, мы говорим о том, что лекция – это коммуникация с обратной связью, связью, которая осуществляется через звуковые и слуховые каналы. На самом деле, в древности уже над этим задумывались, только не называли коммуникацией с обратной связью. А естественно, что каждый оратор думал о том, какой отзвук его выступления встречается в аудитории. Это совершенно естественно. И он смотрел на аудиторию, улавливал настроение, и по репликам, по возникшему шуму он судил о том, «Доходят его слова или не доходят». Вот так. Теперь в древности задумывались над очень интересными проблемами, которые волнуют нас с вами. Что делает оратор? Природный дар или же специальная подготовка? То есть, иные слова, вот, натура, природа делает оратор. По-гречески «фюсис», ну отсюда физика, «фюсис», или же специальная подготовка по латыни «арс» – искусство, по-гречески «номос» – слово многозначное. Первое значение у «номос» – это «закон». Что делает оратор? Цицерон сказал одну фразу, она сделалась крылатой, он сказал её неосторожно. И многие понимают опрямолинейно. Он сказал так. «Поэты нас кунтур, ораторы спьют», поэтами рождаются, ораторами становятся. И вот некоторые наивные люди думают, что любой человек, поднатолжившись и получив специальную подготовку, может стать оратором. Заметьте, что я наши скромные встречи называю не ораторским искусством, а мастерством устной речи. И делаю это совершенно сознательно. Вот какая ситуация получилась. Мы не стыдимся с вами признаться в отсутствии у нас или у кого-нибудь, так сказать, высоко стоящих на социальной лестнице людей, отсутствие музыкального дара, дара художника, дара скульптора. И почему-то застеснялись признать в себе отсутствие дара слова. Ну, одно время так примитивным у нас считалось. Если ты стоишь во главе партии государства, ты уже автоматически делаешься великим оратором. Ну, к счастью, недобрые времена прошли, но до сих пор все-таки мы стыдимся признать то, что может отсутствовать дар слова. Ничего позорного в этом нет. Присутствуют, наверное, другие какие-то таланты. Только вывод один. Коли скоро чувствуешь, что дара слова нет, как же нужно над собой работать? И вот мне представляется, что ораторское искусство слагается из двух компонентов. Во-первых, из природных данных, таланта, плюс мастерство. А из чего состоит мастерство? Мастерство состоит из знаний, навыков, умений. А и знаниями, и навыками, и умениями может овладеть любой из нас. Вот сочетание мастерства с природным талантом и делает человека оратором по существу. Но мы не ставим перед собой такой задачей стать ораторами. Мы люди, говорящие профессии, поэтому нам нужно овладеть мастерством. Далее, очень интересные цели ставились в антипе перед ораторским искусством. Ну, первая цель такая. Доцеры. Ну, отсюда доцент, естественно. Доцеры – научить. Ну, строго говоря, не столько научить, сколько сообщить определенную сумму информации или идей. Доцеры. Вторая. Моверы. Ну, английское «моп» отсюда, производные слова «мотор» и прочее. Моверы – подвинуть, возбудить как-то. То есть, иными словами, то, что дается в виде информации, не должно быть самоцелью, а должно побудить слушателей к чему-то такое. Моверы – побудить. И третья задача – делектары. Делектары. Делектары – усладить. Ну, и здесь, конечно, у вас может быть чувство внутреннего протеста. Но у нас в серьезной материи нужно ли еще услаждать наших слушателей, в основном студентов. Ну, услаждение здесь, конечно, понимается очень широко, как эстетическое удовлетворение от выступлений. Уже в древности в риторике были заложены и развивались как бы параллельно две тенденции. Одна тенденция – это теоретика, практическое осмысление искусства слова. Когда искусство слова опирается на науку, в какой бы стадии развития она ни была – психология, социология и так далее. А второе направление – догматическое, которое сводило ораторское искусство к сумме, механической сумме определенных правил. И вот у нас Ломоносов и Спиранский представляют как раз теоретическое направление. А сугубо догматическое направление представлено знаменитым Кашанским, против риторики которого так расставал Виссарион Григорьевич Билинский. В дальнейшем риторика не сохраняется как наука. Она распадается на ряд проблем, которые входят в другие науки – в литературоведение, в теорию текста и так далее. Когда спрашиваешь коллегу, что он читает в главном своей работе, обычно стандартный ответ – знание, ну и соответствующий научный уровень. Будешь знать свой предмет, все остальное приложится. Появятся нужные выражения лица, жесты, слова, тон и так далее. Увы, не прикладывается. И вы, наверное, часто замечали, уважаемые товарищи, что вот перед вами выступает человек, знающий свое дело, любящий его, человек, имеющий призвание к занятию этим делом. Но ему многого не хватает для того, чтобы донести до слушателей и зрителей свои мысли и чувства, чего ему может не хватать. И в зависимости от этого раздел, так сказать, в работе у нас с вами. Ему может не хватать техники речи с ее тремя китами – дыханием, голосом и детьми. Прерывистое дыхание, монотонно звучащий голос, неотчетливое произношение. Далее. Ему может не хватать нормативности, культуры речи. Вот если бы я читал вам лекцию в дореволюционном университете, то главным разделом в моей работе были бы знаменитые флорес элоквенца – цветы красноречия. Флорес элоквенция – цветы красноречия, тропы и фигуры, слова, употребленные в иносказательном смысле в переносном, особые конструкции синтаксические, все эти бесчисленные эпитеты, метафоры, синегдохи, оксюмороны и прочее. За это, за цветы красноречия ценили раньше речи. У нас иной критерий у современного человека. Цветы красноречия не обязательны. Придет на ум образное сравнение – употреби его, если это уместно. А если ничего не приходит на ум, не стоит огорчаться. Не за это, не за цветы красноречия, не за теоретические приемы ценится речь современного оратора. Слово оратора я понимаю в обобщающем смысле, в широком. Это преподаватель, это докладчик и так далее, и так далее. Теперь следующий компонент – это уже вне, так сказать, языка, вне речевые средства воздействия – это логика речи. Логика речи, которая сказывается в построении вашего выступления. И логика является основным стержнем искусства полемики, который так важен в наше время. Умение отстаивать свои взгляды и опровергать то, что нам кажется неправильным. Логика речи. И последний раздел, если не бояться, так сказать, номенклатурности и нумерования проблем – это психологическое воздействие на аудиторию. Когда начинается это психологическое воздействие? Не тогда, когда мы, встав на свое рабочее место, начинаем что-то говорить. А задолго до этого, когда открывается дверь, и пронизываемый эндом количеством пар глаз, вы идете к своему рабочему месту. Особенно, если вы аудитории не знакомы. И вот тогда ваши слушатели и зрители пытаются составить себе представление о вас по первому впечатлению, по платью. По платью встречают, ну а по-моему, дай бог, если он выявится, провожают. Но первое впечатление по платью все-таки остается. И сбрасывать его с счетов не приходится. Что значит по платью? Потому как держится человек, какая у него похода, какой у него взгляд, как он одет, к лицу ли он одет. Сейчас в моде дурная раскованность во всем. В чувствах, в мыслях, в манерах, в поведении, в морали и во внешнем виде. Что входит в понятие психологического воздействия на аудиторию? Борьба с расслабляющим страхом. Вы скажите, какой расслабляющий страх? Мои опытные люди, и еще буду я студента бояться? Я насораживаюсь, когда мой коллега говорит, что он никогда не волнуется перед выступлением. Мне кажется, что мой коллега превратился в заезженную пластинку, которой все равно, где и что говорить. И пока мы способны волноваться перед любым выступлением, мы имеем моральное право быть наставниками молодежи. Кончилось волнение – уходи на заслуженный отдых. И вы знаете, что это от возраста не зависит. И как скучны те люди, которые не способны волноваться, восхищаться, я бы сказал, даже по-детски восхищаться тем хорошим, что есть у нас. Независимо, так сказать, от трудных времен, которые мы переживаем. Есть очень много такого хорошего и настоящего. И попутно скажу, не столько вам, сколько через ваши головы, вашим студентам, что не нужно искать каких-то особых мистических тайн в нашей жизни. Пытаться проникнуть туда, куда проникнуть, в общем говоря, невозможно и бессмысленно. Я говорю о потоке суеверий, о потоке доморощенной мистики, о рарихианстве, всяких богородичных центров, о колдовстве, о спиритических сеансах. Мне всегда хочется сказать, вот в такой солнечный день студенту, ну посмотрите на голубое небо, посмотрите на деревья, неужели этого недостаточно для жизни? Я, как пожилой человек, очень трагично ощущаю, что я многого еще прекрасного в жизни не увижу и не услышу. Ну, а теперь о сути дела, о технике речи, о дыхании. Если спросить человека, правильно ли он дышит, то этот вопрос может показаться странным, потому что в быту мы не замечаем своего дыхания. В самом деле, вот я беседую с каким-нибудь своим коллегой, я ему что-то сказал, он мне отвечает, и за время его ответа я могу набрать воздуха в легкие, и голосовые связки мои отдохнут. А когда мы читаем лекцию, доплату, то проблемы рационального дыхания приобретают необычайную остроту. Сейчас будет сплошное открытие Америк и изобретение велосипедов. Я буду говорить о тривиальных истинах, которых мы не замечаем. Каким должно быть дыхание? Оно должно быть глубоким и равномерным. Что значит глубокое дыхание? Чем это достигается? Это достигается участием поверхности брюшины в процессе дыхания. При помощи ладони обеих рук можно проверить, глубоко ли мы дышим. Положить руки на нижние ребра, что-то проговаривать, глубоко дыша. Если мы ощущаем, что ребра расходятся в стороны, значит дело в порядке. И еще один орган должен принимать участие в дыхании. Это грудобрюшная преграда, диафрагма. Ее движение можно ощутить, если мы ладонь положим на то место, которое в быту мы называем подложечкой. Если мы будем глубоко дышать и говорить, и ощущать движение под ладони руки, значит дело в порядке. Итак, идеальное дыхание для говорящего – диафрагмально-рёберное дыхание. Теперь о ритмике дыхания. Специалисты подсчитали их расчетом «Я верю» и пришли к таким выводам. Возьмем три этапа дыхания. Вдох, пауза, выдох. Сколько потребно секунд на каждый этап? От одной секунды до трёх. А теперь вдумаемся, правильно ли это по-хозяйски. Ну, на вдох, допустим, там три секунды, очень хорошо. Больше, чем на секунду задерживать дыхание, на паузу вряд ли стоит. И катастрофически мало длится выдыхательная струя. Ну, каких-нибудь три секунды. У нас прерывистое дыхание. Мы устаем, а наша усталость по неумолимым законам социальной психологии передаётся нашей аудитории. Сколько времени длится выдыхательная волна у специалистов по художественному слову, у актёров, у дикторов телевидения, радио. Даже сказать трудно. Очень долго. И нам не нужно доморощенными средствами пытаться достичь вот этого идеала. Нам бы на хотя бы 6-7 секунд не пополнять запасы воздуха в лёгких. Как этого достичь? Ежедневный тренаж не должен превышать 5 минут. Точнее, ежесуточный. Что вы делаете в течение 5 минут, если это вообще вам нужно? Потому что есть такие счастливчики, которым природа поставила и дыхание, и голос, и дикцию. Вы ставите перед собой какой-нибудь хронометр. Или поступаете так, как поступают фотографы, когда проявляют светочувствительный материал. Они читают так. 21, 22, 23. Это очень точный счёт секунд. Я сам много фотографирую для своих лекций. Я предпочитаю работать со своими слайдами, потому что они сняты в том ракурсе, который меня удовлетворяет. Я знаю, что этот счёт на секунды очень точный. Отнюдь не 1, 2, 3, а именно 21, 22. И вот не пополняя эти запасы воздуха в лёгких, не 3 секунды бытовых, а 4. Прирост секунды, на одну секунду точнее, должен длиться целую неделю. Вот так нужно бережно относиться к своему дыхательному аппарату. Ну и дойдёте до 6, до 7 секунд, достаточно. У вас широкое дыхание, вам удобно и легко говорить, и вас легко слушать. Немного о гигиене дыхания и голоса. Вот погода бывает не то, не сё. Вот, много простуженных. Запершило в горле. Что делать? Вы, наверное, замечали, что иногда на какое-то мгновение отключается звук в телевизоре и в радиоприёмнике. Это значит, что запершило в горле у диктора, и что он сделал? Казалось бы, ну, нужно откашиться. Если кашель мокрый, то это можно сделать. А если он сухой, то получается вторичное раздражение слизистой оболочкой. И можно закашлять в свою лекцию, как можно закашлять в спектакле, например. Здесь очень заразительно. Стоит мне сейчас кашлять, все начнут кашлять. Стоит мне поправить галстук, все мужчины начнут поправлять галстук. Что тут поделаешь? Ну, кашель оказывается сухой. Ну, рассчитывать на то, чтобы у вас был стакан тёплого, крепкого чая, вряд ли приходится. А почему? В общем-то, почему? К графину с водой нужно относиться с осторожностью. Во-первых, там могут быть взвешенные частицы и всякие личинки. Во-вторых, в графин может уборщица налить воду из-под водопровода. Выпьешь такой студённой водицы, ещё горше станет. Ну, что же делать? Прежде всего, не говорить сквозь першение вон. Не говорить. Сделайте паузу. Глубокий вдох и выдох могут помочь. Не помогает. Тогда нужно проглотить накопленную слюну. Это малоаппетитный, но совершенно профессиональный приём, к которому прибегают и актёры, и дикторы. Ну, напоминать вам, что слюна жидкая. Это даже неудобно. Действительно так. Она обладает температурой нашего тела. В среднем 36,6. У неё ферменты содержатся, очень важные для нашего здоровья. Она тягуча и хорошо смазывает нам горло. Вот так. Теперь ещё. Нужно воздержаться от курения лихорадочными затяжками непосредственно перед выступлением. Потому что приливает кровь полосоносвязкам, получается першение в горле. Ну, и кроме того, ну уж простите, пощадите первые ряды своих слушателей. Вот часто наблюдаешь, стоит, значит, коллега, курит такими лихорадочными затяжками, куда-то бросает окурок, входит сразу в аудиторию, обдавая первый ряд тошнотворным запахом желудка и перекуром. А человек ничем не лажен пахнет. Теперь о закалке. Нужно закаливать своё горло. Конечно, посоветовавшись с врачами и будучи убеждёнными, что нет никаких органических заболеваний. И соблюдая разумные постепенности. Женщины часто злоупотребляют очень недальновидно в косметическом отношении тёплой водой. Нет, нужно приучить к шею холодной воде. Нужно приучить не кутать шею каким-нибудь махеровым шарфом, от которого вспотевает шея, а носить лёгкий шарф, который предохраняет воротничок от загрязнения. Вот так. Быть всё же немного закалённым. И ещё один добрый совет. Когда мы говорим, приливает кровь голосовым связкам. Поэтому, если вам нужно куда-то идти дальше, а на улице очень холодно, то немножко акклиматизируйтесь, друзья. Или, если уж необходимо выйти срочно, то на улице не разговаривайте, потому что от усталости вы теряете контроль над собой, вдыхаете холодный воздух через горло и простужаетесь. Вот по поводу того, как ещё дышать. Нас с детства учат вдыхать воздух через нос, а выдыхать, естественно, через рот. Это очень важно для нас с вами, потому что, проходя через носовую полость, в которой лёгкий волосяной покров и слизистая оболочка, в какой-то мере воздушная струя освобождается от двух страшных врагов. От пыли и от сухой. Достаточно, пожалуй, о дыхании. Перейдём к речи. К голосу, простите. Станиславский говорил, что даже небольшой по природе голос нужно развивать не только для пения, но и для говорения. Чувствуй, что ты в голосе, что он передаёт малейшие переливы и оттенки твоего творчества. Какое это наслаждение. Да, это действительно наслаждение. Только не нужно поигрывать голосом, конечно. Коккейничать перед аудиторией. И мы можем забыть манеру игры актёра, его жесты, его лицо, но мы никогда не забудем его неповторимый голос. Для поколения моих отцов это были голоса Ермоловой, Комиссаржевской, Савиной. Для моего поколения это голоса Качалова, Остужева, Бабанова, Колонна, Остангова. Они до сих пор звучат у меня здесь, хотя я часто неотчётливо помню даже их лица. Какие качества должны быть у звука, об этом мы забываем. Ну, прежде всего, голос должен быть воспитан и достаточно громко звучать. Итак, о голосе. Он должен быть достаточно громкий, чтобы у собравшихся было представление о неограниченных потенциях выступающих. и неограничено вдохновение у лектора, и неограничена сумма информации, которую он располагает, неограничено его вдохновение и так далее. На самом деле всё ограничено. Но впечатление у слушателей должно быть о неограниченности, что не на последнем дыхании говорит наш брат. И шум, который возникнет в аудитории или донесётся с улицы, молниеносно будет покрыт силу воспитанного голоса лектора. Вторая характеристика голоса – это высота тона. Сейчас в моде монотон из кордоборчика. Прислушайтесь к тому, как выступают наши дети. Какие-то маленькие старички, понимаете? Точно сосульки какие-то падают. Когда я бываю на студенческих собраниях, я тоже отмечаю вот эту удивительную монотонность. И эта монотонность взята на вооружение нашими актёрами. Борясь с искусственным, театральным пафосом, современный актёр впадает в другую крайность. В трамвайну, кухонную, с кордоборчиком и монотон. В бытовизм такое впадает. Ужасно читают у нас Пушкина, снижая поэзию, превращая её в бытовую прозу. Это просто какое-то горе. Итак, о высоте тона. Есть такое заблуждение. Важное что-нибудь говори высоким тоном. Ну, а если природа дала высокой голос, сопрано у женщины, тенор или даже альтино у мужчины, куда же выше забираться? Эдак можно и петуха дать. Великой учёной Василию Осиповичу Ключевской на своих лекциях по русской истории в важных местах падал с тонн. Не повышал тонн, а падал с тонн. Значит, изменение тона не обязательно его повышение, но и понижение. И третья характеристика голоса это тембр. Ну, не взыщите, что я смягчаю Т в слове тембр. Ну, кстати, сказать, это норма. Тембр бывает разный. Бывает природный. Например, грудной тембр великой русской певицы незабвенной Надежды Андреевны Обуховой. Сколько бы мы с вами не силились, мы не сможем себе выработать вот этот грудной тембр. Но есть тембр искусственный, называемый летящий звук или звук в маску. Оказывается, когда мы говорим, то очень важно, чтобы воздушная струя, на которой идет процесс говорения, не излучался воздух, а удалялся верхние альвеолы, в которых сидят зубы верхней челюсти, и отражался нёг. Мы каждое мгновение своей жизни носим в себе естественный резонар в виде полусферического нёга. Но может показаться парадоксальным. Как можно управлять воздушной струей, чтобы она обо что-то ударялась, чем-то отражалась? А это будет само собой, если рот будет раскрываться правильно при говорении. Но тоже кажется странным. Вот еще новости мы. Рот неправильно раскрываем. Рот должен хорошо раскрываться в вертикальном направлении, как бы на произнесение звука О. Именно в таком случае и получается то, о чем я только что говорил. В воздушной струях ударяется в верхнюю челюсть и отражается нёг. Если же говорить, растягивая рот до ушей, я не рискую это демонстрировать, уж очень это смешно, дома на досуге сможете это сделать, то получается звук, который специалисты называют белым звуком. Раньше за него в консерватории не то что двойку, единицу ставили. А сейчас наши певцы кокетничают вот этим страшным белым звуком, идущим изнутра. Кабуто человек переел что-то то и на ночь, не то приснилось, и он вопил. Посмотрите, как раскрывается рот у дикторов наших, у певцов, когда даёт их лицо крупным планом, именно в вертикальном направлении. Это о голосе. Теперь третий кит обобщающего понятие техника речи это дикция. Я под дикцией хорошей имею в виду неназойливое отчеканивание каждого звука, а отчётливость в произношении. И вот сейчас я скажу, может быть, странную такую вещь, и вы почувствуете разочарование, стоит ли, собственно, ради этого собираться, чтобы слышать такие тривиальные вещи. Единственное средство для достижения хорошей дикции вот такое не ленись открывать рот. Всё. Ну, поскольку у нас лекция, давайте всё-таки подведём какое-то подобие научной базы. Нужно. Чтобы были подвижными те части речевого аппарата, которые могут двигаться. Что у нас может двигаться? Язык. Это естественно. Далее. Верхняя губа. Она у многих неподвижная. Тяжёлую операцию произвели покойному Брежневу на верхней губе, и поэтому он говорил неотчётливо. Совершенно правильно, так сказать, посмеиваясь над его над ним, как над политическим деятелем, мы не особенно гуманно, так сказать, смеялись над тем, что являлось не его виной, а несчастьем, а именно над малоподвижной верхней губой. Так, верхняя губа. И нижняя челюсть. Ну, и соответствующие упражнения. Причём, иногда бывают очень смешные формулировки. В одном пособии я прочёл так. Нужно вытянуть губы как бы для поцелуя или на манер свиного пятачка. Ну, и дальше делал, значит, движения, там, круговые всё. Это очень унылительно. Но столь же забавная рекомендация. Осторожнее с упражнениями нижней челюстью. Как бы не вывихнуть челюсть. Так что, наверное, были случаи, когда при чрезмерно энергичном тренаже нижняя челюсть выходила из своих шарниров. Вот, это один. Ну, постараемся с вами не стягивать окончание, не проглатывать слоги, не говорить сколько вместо сколько и так далее. Повторяю, это не назойевое отчеканивание, отчётность. Нам нужно что-нибудь очень техничное. Вот, идём мы на лекцию и разогреваем свой голос. И вот, я сейчас изложу систему Саричевой. Итак, первый этап тренажа такой, произнесение слов, извините, гласных звуков в определённом звуковаряде. И, Э, А, О, У, И. Вот такой звук горят от узких гласных к широким и опять к узким. Говорят, что когда Станиславский приходил в свою торсистическую уборную перед спектаклем, сразу из-за двери слышались и, Э, А, О, У, И. Великий актёр не брезговал шкалярскими упражнениями и всегда был в голосе. Ничто не влияло, ни усталость, ни простуда. Второй этап произнесения ятированных гласных. Е, Я, Ё, Ю. Ну, И не ятируется, хотя в сибирском наличии мне приходилось слышать ятированное. Их, Йемян и так далее. Чисто такое челдонское их мы выражаемся. Следующее. Слоги. Слоги. Ну, например, нам трудно произносить губные звуки. Берём звонкий вариант и проводим через звуковый ряд. Би-бе-ба-бо-бу-бы. Глухой вариант. Пи-пе-па-по-пу-бы. Придыхательный вариант. Эф. Фи-фе-фа-фо-фу-фы. И так далее. Слоги. Дальше. Короткие слова. Короткие слова. Пафарно сгруппированные. А именно звонкий вариант. Глухой. Твёрдый. Твёрдый. Мягкий. Звонкий. Глухой. Твёрдый. Мягкий. Гриб. Гриб. Зало. Сало. Дачка. Тачка. И так далее. Предпоследний вариант. Пятый. Скороговорки. Скороговорки. Для чего потребны скороговорки, уважаемые коллеги? Это не детская забава. Не детская. Скороговорки правильнее было бы назвать трудноговорками. Потому что важно не с пулемётной скоростью, а на предельной быстроте произнести отчётливо и правильно труднопроизносимое сочетание согласных. Для чего нужны скороговорки? Чтобы сообщить нашей речи упругость и в пределах разумного быстрый ритм. Сейчас, друзья мои, благодаря интеграции и дифференциации наук страшно возрос поток информации. Нам трагически не хватает времени. Мы говорим очень быстро и, повторяю, в пределах разумного, должны приучать к быстрому темпу и наших слушателей. Ничего они поделают. И потом, вы знаете, некоторые говорят медленно, точно резину тянут, а слушать их очень трудно. Нет, последние, друзья мои, стихи. Мне ещё нужно минуты три. Стихи. Какие стихи читают? Так называемые дактиль. Дактиль – это пальцы. Так? Но вспомните термин судебной дактилоскопии, снятие отпечатков пальцев. У пальца один длинный сустав и два коротких. Античные стихи в своё время говорились нараспев. Греки и римляне различали не ударные и безударные слоги, а долгие и краткие. Мы условно долгие считаем за ударные, а краткие за безударные. И вот если таких дактилей шесть, то получается гексаметр. Я произношу именно по-гречески, не анимечивая, не озвончая ни гексаметра, а гексаметр. Гекс – это значит шесть, если есть математики, то они скажут, что это действительно прав. А метр – стопа. Вот таких стоп, таких дактилей должно быть шесть. Гексаметром писались большие эпические полотна, прежде всего гомеровые поэмы. Кстати, как звучит гексаметр греческий и латинский? Божественная эллинская речь, знаменитая. Зачим Илеады? «Менина эйде теа, пелея, адо, хилеус, уллюменен гемюри, ахайяйс, альгия, тейкен, полос дифть химус, псюхаз, аиди, проиапсан» и так далее. Назвал греческий язык божественной эллинской речью Пушкин, наверное, потому, что изобилует греческий язык гласными звуками, а из согласных – сонорными, льющимися. Я называю буквы L-N-N-R. Другое дело – латинский язык, и вообще латинский язык, его сравнивали с меднозвучащим звуком, называли меднозвучащим в латыни. Латынь называли меднозвучащим, как будто мечи доспехи металлические стучат. Зачем Энаиде Вергилия звучит так? «Арма верун квекано трое квиприму собольс» и так далее. Смотрите, какое нагнетание «р». И Брюс в своём переводе воспроизвёл точное количество вот этих «р». Но отсюда перевод его очень, конечно, трудно понимается. Ну, в актёрских школах, конечно, не по-гречески и не по-латыни читают, а читают русские переводы. Замечательный перевод – Гнедичи, Илиады. «Гнев, богиня, воспой, Ахиллесу, Пилеева, сына». Или, вот если взять Брюсера, «Брань и герои пою с побрежей трое, кто первый, роком изгнан, и так далее, и так далее, и так далее». И последнее, чем я хочу закончить, прочесть вам шутливые стихи, наставления о том, как нужно произносить звуки. Написаны в размере как раз гексаметра. У меня, в моём пособии, о котором я говорил, есть эти стихи. Твёрдо запомни, что прежде, чем слово начать в упражнении, следует клетку грудную расширить слегка, и при этом низ живота подобрать для опоры дыхательный звук. Плечи во время дыхания должны быть в покое, недвижны. Каждую строчку стихов говори на одном выдыхание и последи, чтобы грудь не сжималась в течение речи, так как при выдохе движется только одна диафрагна. Чтение, окончив строки, не спеши к переходам дальнейших. Выдержу паузу, краткую в темпе стиха. В то же время воздуха часть добери, но лишь пользуясь нижним дыханием. Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было. Помни о дикции, ясной и чистой на звуках согласных. Рот не ленись открывать, чтобы для голоса путь был свободен. Голос и звук не глуши предыхательным тусклым оттенком. Голос и в тихом звучании должен таить металличность. Прежде чем брать упражнения на темп, высоту и на громкость, нужно внимание направить на ровность, устойчивость звука. Пристально слушать, чтобы голос нигде не дрожал, не качался. Выдох вести экономно, с расчетом на целую строчку. Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, медленность, плавность. Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражнении. Но я бы сказал, не столько в упражнении, сколько именно в практике нашего преподавания. На следующей встрече, уважаемые коллеги, я буду говорить о том, что вызывает особенное возражение и споры о нормативности нашей речи, о нормах области удовлетворения, произношения, словоупотребления и грамматизма. А на сегодня все. Спасибо.